За прошедшую неделю на территории Ненецкого автономного округа зарегистрировано 116 происшествий, из них 14 преступлений, 8 из которых раскрыто. По шести проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные для уставления лиц, совершивших преступления. Привлечено к ответственности 49 граждан за распитие алкоголя и появление в общественных местах состояния алкогольного опьянения. За неделю произошло 5 дорожно-транспортных происшествий. Пострадало 2 человека, причинен материальный ущерб. Так, 13 июня около 10 часов 45 минут в районе дома номер 3 по улице Губкина поселка Искателей пожилой водитель автомобиля 49 года рождения при повороте направо допустил наезд на женщину с малолетним ребенком. В результате ДТП женщина с ребенком доставлены в приемный покой Ненецк окружной больницы, где им оказана медицинская помощь. По факту ДТП сотрудники госавтоинспекции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. В целях профилактики правонарушений на территории округа сотрудники УМВД России по Ненецкому автономному округу провели ряд оперативно-профилактических мероприятий. В целях пресечения грубых нарушений правил дорожного движения, невыполнения обязанностей предусмотренных ПДД Российской Федерации водителями за нанесение на стекла покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя, сотрудниками госавтоинспекции совместно с представителями общественного совета при ОМВД с 1 по 9 июня текущего года проведено профилактическое мероприятие «Тонировка», в ходе которого выявлено 44 административных правонарушения. Госавтоинспекторы с помощью прибора «Свет» измеряли у водителей светопропускную способность стекол, которая должна быть не менее 70%. В свою очередь члены общественного совета при ОМВД проводили с водителями профилактические беседы, в которых разъясняли водителям транспортных средств о влиянии нанесенного пленочного покрытия на безопасность дорожного движения. В минувшую пятницу сотрудники окружной госавтоинспекции провели профилактический рейд «Ребенок на дороге». Мероприятие проводилось в целях недопущения дорожно-транспортных происшествий несовершеннолетними водителями и пешеходами, а также соблюдения детьми и подростками комендантского часа. В рамках рейда составлено пять административных материалов. Необходимо отметить, что в Ненецком автономном округе в течение текущего года зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних, в которых пострадало трое детей. В прошлом году таких случаев было пять. Госавтоинспекция разъясняет, чтобы сесть за руль мопеда, человек должен иметь водительское удостоверение любой категории. Если водитель мопеда проигнорирует это требование и сядет за руль, то будет привлечен к ответственности за отсутствие права управления. За данные нарушения предусмотрен штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. За детей младше 16 лет отвечать придется родителям на комиссии по делам несовершеннолетних. Более того, родители могут привлечь к ответственности за передачу управления транспортным средством в лицу, заведомо не имеющему права управления, а штраф за это составляет 30 тысяч рублей. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России по Ненинскому автономному округу установили, что несовершеннолетний житель округа 2008 года рождения совершил кражу велосипеда из-под съезда жилого дома по улице Ленина города Наринмара. На момент совершения кражи велосипед стоял в подъезде без противогонного устройства. Сотрудниками полиции похищенное транспортное средство изъято и возвращено владельцу. По факту кража велосипеда сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Полицейские предупреждают жителей округа, будьте бдительны и соблюдайте элементарные правила безопасности. Принимайте все необходимые меры для сохранности своего имущества. В другом случае, 15 июня текущего года в дежурную часть полиции обратился житель Наринмара с заявлением о краже имущества из его квартиры. Прибывшие на указанный заявителем адрес сотрудники полиции установили, что потерпевший на своей квартире распивал спиртное со знакомым, а когда уснул, его приятель совершил хищение электродрели и мобильного телефона. Стражи порядка задержали подозреваемого, проходящего по ориентировке возле жилого дома по улице Октябрьской и доставили дежурную часть полиции для проведения проверочных мероприятий. В настоящее время полицейскими похищенное имущество изъято и приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. По данному факту в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». 15 июня в дежурную часть полиции обратился гражданин с заявлением о хищении денежных средств банковской карты. Как рассказывает заявитель, на его номер мобильного телефона поступило СМС-сообщение «Вы получили новое ММС с указанием неизвестной ссылки для скачивания». Мужчина перешел по указанной ссылке, но загрузить какие-либо файлы не получилось. После чего с его карты произошло списание денежных средств в сумме 71 тысяча рублей. По словам мужчины, каких-либо банковских действий и денежных переводов он не совершал. По данному факту проводится проверка, выясняются обстоятельства перевода денежных средств. Сотрудники полиции призывают граждан быть внимательнее к неизвестным сообщениям. В целях профилактики полицейские советуют установить лицензионную антивирусную программу на свои мобильные устройства и регулярно обновлять в целях безопасности и сохранения своих денежных средств. С 13 июня по 15 июля 2017 года сотрудниками полиции проводится первый этап комплексно-оперативной профилактической операции МАК-2017, направленной на выявление, предупреждение и ликвидацию незаконных посевов мака, конопли и других наркосодержащих растений, а также уничтожение очагов их произрастания. Полицейские предупреждают жителей округа об уголовной ответственности за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Согласно статье 231 Уголовного кодекса Российской Федерации, незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их прекурсоры, может повлечь уголовное наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей, исправительных работ, лишение свободы на срок от 2 до 8 лет. Уважаемые граждане, стражи порядка призывают жителей округа сообщать дежурную часть полиции всю известную информацию о гражданах, причастных к выращиванию мака и конопли, как в открытом, так и в закрытом грунте, по телефону 02-020 с мобильного 421-26 и по телефону доверия 421-52. Анонимность гарантирована. 12 июня текущего года во Дворце культуры Арктика в День России состоялась торжественная церемония вручения паспортов гражданам Российской Федерации, достигшим 14-летнего возраста. В торжественной церемонии вручения паспортов юным жителям округа приняли участие временно исполняющие обязанности начальника УМВД России по Ненецкому автономному округу, полковник полиции Александр Агрысько, губернатор Ненецкого округа Игорь Кошин, а также вице-спикер окружного собрания депутатов Татьяна Бадьян. В Рио начальнику управления Александр Агрысько в своем поздравлении пожелаю ребятам успехов, удачи в выборе верного пути своего развития, а также быть достойными гражданами своей страны, соблюдать ее законы. Всего в торжественной обстановке юным гражданам Российской Федерации вручено 14 паспортов. 12 июня 2017 года с 12 до 15 часов в период празднования Дня России около Дворца культуры Арктика в специально подготовленной палатке госавтоинспекторы, сотрудники отдела по вопросам миграции, совместно с аппаратом администрации Ненецкого округа и сотрудниками многофункционального центра провели акцию под условным названием «День государственных услуг». В рамках акции все обратившиеся граждане смогли зарегистрироваться на едином портале госуслуг, а также подтвердить или восстановить свою учетную запись. Сотрудники полиции рассказали гражданам о преимуществах в получении госуслуг в электронном виде, а также о скидке в 30% при оплате госпошлины за услуги отдела по вопросам миграции и отдела ГИБДД. Всего в акции приняло участие 15 человек. Если вы стали очевидцем происшествий или преступлений, сообщайте об этом в дежурную часть полиции по телефону 02 или 4-21-26. Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю. Будьте бдительны, берегите себя! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова